Привет, мальчишки и девчонки! Добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем проходить Age of Wonders Planetfall. Играем мы в финальную кампанию, выбрали мы для себя авангард, естественно, и при выборе стороны мы стали играть за ядро. Был выбор играть за самих себя, тогда, я так понимаю, нужно было бы уничтожить всех игроков, всех противников. Ну, это бы надолго затянулось, прямо скажем. Или же был выбор играть за императрицу, ну, за неё мы не стали играть по моральным соображениям, так сказать. Так, и кто вот у нас оказался в союзниках? Эллен Шоу, конструкт. Инесса Железо, мы за неё кампанию проходили. Шаймар у нас в противниках, я такую, честно говоря, даже не помню. Ева Мантинга, авангард, тоже не помню такой. Клавдий Протон нам встречался за Инессу Железо. Зарай Ларек, знакомый, тоже, по-моему, против кого-то она встречалась. Тик Жиглукс, это Керко. И Юрий Франков тоже нам встречался, правда, мы против него воевали, он так не захотел тогда с нами воевать. Ой, наоборот, мириться не захотел, а воевать захотел. Сейчас он воюет против Ева Мантига, только смотрите, какая интересная ситуация. А чё это? Я вот, например, против... А, хотя нет, не воюю пока, смотрите. Отношения у нас очень плохие. Придаст интересу. Ну, в общем, война это дело времени, значит. Понятно. В прошлой серии, соответственно, мы построили столицу, отстроили, построили второй город. Давайте прям маленькое время потратим, посмотрим, что у нас тут у союзников. Это у нас кто? Это у нас Шо. У Шо, соответственно, один город. Плюс колония, так сказать. Не колония, а локация одна занята. Здесь у нас Керко. Тоже пока у них один город. А это кто? Ша Ямар уже здесь. Понятно. Ну, а не вот, я так понимаю, здесь сейчас тоже захватят эту зону. Тут у нас дворы. Кто это из дворов? Ох, как они разбежались по карте. Просто, мама дорогая, где у вас генерал-то? Ладно, кто это? Юрий Франков. А где сам Юрий? Непонятно, в общем, где сам Юрий, но у него территория, похоже, самая большая пока из наших союзников. Это кто строит? Тоже Юрий Франков. Молодец, Юрий. Растёт. Это у нас Протон, насколько я понимаю. Платон, Протон. У меня ещё колонизатор полетел. Тоже у неё достаточно всё неплохо. Здесь у нас железо или железу, как правильно сказать. Слушайте, она прямо в моей броне гоняет, которую я ей давал. 13 уровня. Слушайте, они прямо перенеслись в таком стайне, в каком они и были. Это круто. Это круто. Так, ну всё. Так, у нас ходы закончились, я так понимаю. Да. О, ну война, 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 войны посыпались, понятно. Те объявляют друг друга войны. Здесь такая получается ситуация, что 6 на 6. 6 фракций за ядро и 6 фракций за императрицу. Шальную, так сказать. По областям, что у нас? Здесь, в этой области, у нас одна промышленная зона есть. Благодаря вот этой шахтам. Здесь у нас... Что я здесь строю? Я здесь строю научно. Здесь потому, что климат грибной в этих территориях. И научные зоны сразу плюс 2 получают. Это очень круто. То есть, эта зона сразу нам плюс 20 науки даст. И наук у нас попрёт. Здесь я хотел, по-моему, деньги отстроить. По-моему, я хотел здесь уйти в день. Хотя индустриальный комплекс, конечно, здесь крутой будет. Плюс 3 будет получать. Но ещё маленько. И мы в стойке минуса пойдём. Поэтому надо ставить энергетический комплекс. И эту территорию делать в энергию. Здесь, наверное, промышленность плюс 2. И да, наука. Наука. Нет, ну здесь однозначно. Так, ну это всё воины. Это понятно. Это все воюют со всеми. Это всё понятно. Все друг друга бесят. Все друг с другом воюют. Так, у меня что? Здесь у меня 3 отряда, по сути. Ну, 2 отряда неполных. По 5 юнитов. Ну да ладно. Также вот этим отрядом я бегу сюда. Здесь у нас город авангарда нейтральный. Его можно будет за дипломатию выкупить. Давайте будем двигаться туда. Так, тут у нас что? Генерал. Завод тяжёлого вооружения. Вот эту зону на самом деле занять бы. Но это мы потратим аж 20. Дипломатию мы это себе пока позволить не можем. Лучше колонизаторы построим, вот эту захватим. А ещё лучше вот так. Сначала эту территорию захватить, потом вот эту. Потому что эта территория просто сумасшедшая. Как здесь и операционный шифратор есть. Здесь завод тяжёлого вооружения. Здесь и заводской комплекс. То есть очень много производства даст. К тому же тяжёлый отряд напрямую в эту колонию ещё плюс броню получит. Вообще супер. Так, что у нас тут? Так, а тут у нас сильные конструкты. Аж на 1176 мощи. Давайте этот бой тогда мы проведём. Но немножко позже. Здесь тоже бегают ребята парагон. Они сразу всем войну объявили. Союзникам ядра. А, соответственно, автономы присоединились к союзникам ядра. И мы с самого начала можем их юниты покупать. Чем мы, собственно говоря, и пользуемся. Так, так, так. Собственных технологий у меня нет пока. Чем можно было бы бабахнуть или усилить свой отряд. Так, модификации. Ну и инжектор наноробот ещё можем поставить нашему Джеку. Раз, кто нам будет противостоять? Электропалачи. Разящие снайперы. Инженер-аналитик. Отпилитель молнии, конечно, опасный. Да и разборщик опасный. Это в автомате. Сколько потерь будет? Да, два юнита мы потеряли. Но нет, надо попробовать вручную разыграть. Потерять юнитов совсем не хочется в этой ситуации. Мало, конечно, у нас тактических операций пока. Карта только началась. Ничего, мы ещё толком успеть не... Не успели прокачать. Так, дополнительных бафов у них никаких нет. Это радует. В принципе, жизни у них не так много. Насколько я помню. Поскольку у них жизни... По 40 жизней, 2 брони. 45, 1 броня. Вот это, кажется, чертяк опасный. Ну и литун опасный. Литун просто мега опасен. Так, инжекторный давай, заряжай. Так, генерал, что можешь делать? Давай, наверное, дронов высаживай. Так вот, подходи и пускай дроном. Дроны на себя отвлекут внимание. Так, кто давайте боеготовность. Давай, развернись. Ой, да нет, ну я же нажал на кнопку разворота. Ну что не так? Опять с тобой игра. Я же нажал на кнопку разворота, а не в путь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В который раз уже это со мной происходит. Когда жмёшь на кнопку, она не прижимается. В итоге двигаешься и двигаешься не туда, куда надо. И это очень сильно расстраивает. Так. Так, вот шоу хоть промахнулись. Легкий урод. Было больно. Так, у нас есть бомбоизмельчитель, есть танцы нано-ропта в поддержке. Так, вот они, конечно, не очень хорошо стоят. Но могут вот тут всё поджечь. Ладно, запомним, что они могут поджечь. Генерал, что можешь сделать? Можешь ракет впустить. Плюс у него электрический пулемёт. Можно также нано-роботов, ой, просто этих дронов выпустить, лечебных. Так, 60% точность. Шанс крита нулевой, соответственно, у них. У нас электропалачи. Так, тут вас массовая атака не добивает. Но ближе подходить уже опасно. Так, у тебя, напомню, какая атака одинарная? Нет, три раза пулемётом гатлинга может ещё и бахнуть ракетой. Совсем нехорошо. 5% точность. Так, что это полностью восстанавливает заряды. Можем подлечить нашего огнемётчика. Давайте, наверное, это мы и сделаем. Если вот сюда бы, конечно, ракетку, эту гранатку кинуть, вот сюда. Чтобы вот этого задеть. Он и заденется отсюда. Я думаю, что заденется. Давай встань вот сюда. Да, я точно всё, 45% встал. Нет, давайте вот сюда лучше. Где, 95? Супер. Так, можем подлететь ещё ракеткой, по ним зарядить. Уже, как там уже достаточно много жизни. Убрали мелких сразу, чтобы они нам тут глаза не мозолили. Можем, в принципе, и палачей тоже убить. Давайте. Да. Палачи тоже отъехали. У нас самые опасные противники ещё остались, к сожалению. Так, вы давайте нано-роботов подрубайте. Так. Отсюда вот вы сможете уже достать. Давайте двигайтесь. Ну, урона, конечно, немного они нанесут. Ну, а может быть, что, кровотечение пройдёт? Да, кровотечение пройдёт. Ушло. Сколько урона могут наносить? А, сопротивляем. Ещё снижено. То есть, следующий выстрел мощнее по ним будет. Уже по 10 урона. Ну да, правда, попадать бы ещё был бы совсем хорошо. Ну, давайте. Да что ты будешь делать? Ну, 65% точности играю. 65% Что в данной ситуации сделать? То есть, у нас есть очков только на один удар. Ладно, давайте подождём. Легкий урон. Живи, 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 дружище. Только живи. Живёт? Да, слушайте, живёт. Наша машинка. Охрана. Так, сначала нужно вот этих ребят застрелить, потом подлечиться. Так, тут они сами в огонь, что зашли? Ну, по-моему, они в огне стоят. То есть, по всей видимости... А, они их повоскресили, понял. Ну, почему вы не можете стрелять? Потому что вы контужены. Это не очень приятно. Так, ну да ладно, давайте. Давайте, давайте, давайте. Наш пупс. Давайте вот так вот зайдёт, уберёт. 43% Кто-то хорош. Ну, какие 43%? В общем, так мало-то. Ну, ладно, придётся ещё один быстро утратить. Так, ты давай лечись. Итого. Можно, конечно, подойти бахнуть вот этим лазером по площади вот сюда. Летона тоже надо сбивать. Как ни крути. Ой-ой-ой. Это что с точностью-то? Вы прям хотите умереть? Обалдеть. Обалдеть. Два из трёх промахи. Просто промахи 2 из трёх. Лов, собственно говоря, нет. Отсюда ещё не достаём. А если ближе подъезжать, то гарантированно отъедем. Ох ты ж, крит. Обалдеть. Так, и что нам делать? Что нам в этой ситуации делать? Станция боевой поддержки есть. Станция нано-роботов поддержки. Может быть, они на неё сагарятся и не будут стрелять в наш мотоцикл? А в итоге они сагарались вообще на другой отряд пехоты. Это очень странно на самом деле. У нас есть чему воскресить? Нет, у нас нету генерала такого... Нет такого модуля, к сожалению. Конечно, лёгкий урон. Какой же ещё? Спасибо, хоть кровотечение прокнуло. Огнемётчики всё ещё шокированы. Так, ну теперь у них только быстрый выстрел остался. Много они урона нанести уже не смогут. Дар токум, что по нему просто урон. Точно снижено. Будем надеяться, что больше никого не сможет убить. А он по дрону не стреляет. Он по дрону не страшен. Какой-то раздуплились, ну да. Ну ладно, потеряли отряд. Но с такой точностью на самом деле неудивительно, что мы потеряли. Когда при 50-ти процентах промахиваются два выстрела и стрел, даже нелёгкий урона просто мимо два выстрела. Ну, понятно. Всё, собственно говоря, понятно. Ох, ничего ж себе, ребята. Оно того стоило. Оно того стоило. Наш Джек Уокер пересел. Джек Гелнер, да. Джек Гелнер пересел в Уокер. Вот это ничего себе. Ладно. Ладно. Нет, ничего пока. Вот подтвердить конфигурацию. Ладно, вот это круто. Давайте Совушку тоже туда присоединим. Нет, не будем её присоединять. Пускай она у нас лётает халяву ищет. Ещё одного солдата придётся где-то нам набрать. Парагоны уже. Здесь что у нас по производству? На следующий ход просто запустим производство, произведём себе одного бойца. Они сейчас относительно недорогие у нас. Давайте, конец хода. Бои. Ну, пока бои не будем смотреть. Наших союзников их там просто очень много. Воины друг друга объявляют. Нолога. Гивари Ордели. Тоже мы его встречали. Из тьмы явятся они, скрывающиеся по ту сторону Вуали. И гармония требует жертвы. Императрица Кармини и Глашаты выбрали плыть боли. Джек Гелднер, сломать вас в восхитительной перспективе. Императрица, пустота течёт, извивается вокруг тебя. Меня. Есть особое измерение, зарезервированное специально для вас. Пост Кнор. Ух ты, а что это было? В смысле? Пост Кнор. Не, у нас нету пост Кнора. Это бахнул. Не знаю. Что бахнуло. Так, просят они к аккумулятору изучить. Это прекрасно. Изучим нам дадут награду, и мы как раз сможем нанять этот город себе. Так. Выполнил строитель у нас. Супер. Да, науки сразу 60 стало. И это прям классно. Нолго выполнили. Нолго выполнили. А я до сих пор не выполнил, да, технолога? Ну да, мне ещё нужно две тактических операции применить. Ну как же их применять, если два очка всего? Так, а мне эту войну никто не объявляет? Почему-то мне войну никто не объявляет. Давайте одним глазком глянем, нет ли у них тут войн уже. В таких смысле столкновений с игроками противника. Но на самом деле не вижу я столкновений. Ну и ладно. Это нам только на пользу. О, идут красавчики. Сейчас мы их тоже будем разбивать. Сколько у них тут силы? 670. У нас 847. 847. Ну, надо пробовать атаковать. Давайте автобой попробуем. Ну, прекрасно. Ещё и 45 денег дали за это. Пойдёмте занимать город. Выполнено. Захватчик выполнено. Отряда получит 300 мораль битв против независимых войск. Ну нет, там этого не надо. Завеватель открыто покорит три поселения. Окей. Так, Джек. Ускок сила. 787. У нас 1007. Убегают они. Давайте разбойку прилагают сделку. Что вы хотите сделать? Чего? За деньги? Ну чё, наркоманы что ли? Одно вручную хотят драться. Может быть и не наркоманы. Мощный обход защиты. Да тут войска от них не особо сильные. Вот этот вот дреналёт, конечно, достаточно опасный. У них тут снайперы. Цеховый убийца, да, тоже неприятный. Надсмотрщики неприятные. Надсмотрщики неприятные, пока рабы живы. Как только не будет рабов, соответственно, надсмотрщики тоже потеряют свою актуальность. Джек, давай испытаем новую машинку. Так, и что у тебя? Доступно в течение одного хода. Давай, на бой готовный вставай. Давайте сюда, на бой готовности. Берёт сюда пока в укрытие. Ох ты ж, это не ты. Опять вот. Так, и что такое? У тебя есть область наведения. На следующий ход бахнем. Наведёмся. Давайте сюда пока в укрытие. Упс, упс, тоже двигай сюда. Так, что будете делать? А, ничего они не будут делать, они встали в защиту. Мы знаем, что с такими делозащитниками. 30% точность, правда. Если ближе подвести, можем его потерять. Они все сейчас кинутся. Сколько дальности? 7 всего. Не дотягиваемся, к сожалению. Но мы можем убить его просто. А в чём такая... Ох ты ж, нет. Альт. Контроль. В укрытие. Минус 100% дальний бой. В каком же они укрытие? Ребят, вы о чём вообще? Какое это укрытие? Это разве укрытие? Ну да, какая-то они укрытие. И у нас нет тактических операций. Тактические операции потратились на автомате в бою. Керку. Вот так номер. Давайте дрон высадим пока. Ладно, тоже не будем форсировать особо события. Ах ты ж, нано-роботов прожал. Ну что ты будешь делать? Готовность. Новосибирь, если что, огоньком закинете. Так. Больно бьют, негодяи. Больно бьют. Так. Тех шокировали. Ну супер. Обожаю вот в такие моменты эту игру, конечно. Когда просто всё проходит по твоим юнитам. Так. П подлечим, товарища. Можем мы снять сразу одних. Давайте этим займёмся. Два лёгких урона из трёх. Нормально. Ладно, хотя бы так. Тут вообще всего 15%. Тут 55%. Можем мы ещё вот этих ребят убить. А можем высадить ещё одного. Вот. Давайте вот в это укрытие поставим наши огнеметчиков. Так вот, дорогу тут перекроем, а пускай горят. Нужно будет им что-то делать, чтобы из огня выйти. Иначе они умирают. А, соответственно, они и в любом случае умирают. Так, давай, Джек, ты вот сюда в укрытие встанешь. Вот по этим ребятам попробуешь. Два промаха. Ну и нормально. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но как-то часто промахиваются. Мои ребята. Как-то я этого не ощущал, играя за амазонок или дворов, чтобы так часто промахивались юниты. Это просто что-то космическое. И ты. Так. Ну, эти точно ребята отъезжают. Enemy neutralized. Это даже не обсуждается. Дренолет тоже должен отъезжать, он фланг там встал. Надо то, что там тармоль. Есть, курить, сбили своих. Ну. Я не знаю, как еще комментировать. Они просто взяли и сбили своих. Най, най. Просто защиту встанете. Я, конечно, все понимаю, но своих-то зачем сбивать, олухи? Кажется, Джек. А ты еще отмедленнее можешь и заворачиваться, нет? Спасибо. Давайте попробуем так. Это из-за рой выживете вообще. Они кого-то дрону сбили. Они кого-то сбили. Да, обоих дронов сбили. Нет зоны видимости. Давайте выйдем вот так. Допустим сюда ракетищу, чтобы своих не попади. Да, точность надо как-то повышать юнитам моим, потому что это что-то просто, не знаю, неразумительно они исполняют. Просто ваншотят дронов. Легкий урон, но почему бы и нет? Ну ладно, дрон у нас халявный был. Игра дала, игра взяла. 46 еды нам выдали. Улучшить главнокомандующего. Главнокомандующий. Средоточенный огонь. Средоточенный. Но это целый ход тратить на то, чтобы лучше в кого-то стрелять начали. Это такое себе, прям скажем. Пехотный командир тоже самое, плюс единичка урона. Так, всем дружесмотря на то, что здесь точность есть урона на 2 хода. Вот это берем. Точности, потому что нам не хватает просто катастрофически. Просто катастрофически не хватает точности. Так, здесь что? Вы-то в автобой справитесь? Справились, спасибо. Немножко денежек. Так, ну давайте посмотрим. Ну что, ждем пока. Пока ждем. Да, серия, конечно, такая пока получается. И нужно нам колонизатор еще один строить, вот здесь территорий занимать. Так, что-то там осуждают. Оскорби вас. Ну пожалуйста. Я уже привык в этой игре, что меня постоянно кто-то оскорбляет. Так, тактическая защита у нас излучилась. Поле очищения, аварийный щит, химзащита. Иммунитет к опасным зонам, это круто. Но пока не особо нужно. Так, что нам нужно из тактических операций? Вот, подчинение биосферы, конечно, хорошее. Спецоперация Феникс. Вот, спецоперации, спецстанцию Феникс берем. Это на стратегической карте можно будет сжечь вражеские отряды, по 20 урона им наносить. Так, у нас настало, наконец-то, 5 операций. Это не может не радовать. Вот это, конечно, еще бы изучить. Еще плюс одна доктрина будет. А можем изучить развитие производства, например. Развитие энергетики. Развитие исследований. Давайте развитие исследований. Оно всего же за 2 хода. Прокачаем вот эту область. Чтобы еще больше у нас науки было. Так, вам сколько надо? 45. Пусть от тебя берет отряд-то мы и не затащим. Так, из доктрин что можем взять? Можем строителя взять? Можем захватчика взять против независимых войск. Чтобы мощнее бахать. Мы можем и строителя. Чтобы быстрее здания строились. Нет, давайте захватчик. Многому пока потом просто уберем. Это много мы сейчас воюем. Против независимых войск. Так, тут ребята огненные, да? Эрмические сопротивляемости всякие у них. У нас еще Джек сильно раненый. Так, сколько будет колонизатор стоить? 20 космита. Давайте сразу по... Хотя нет, не будем пока стоить в очередь. Дорого. Очень дорого. Так, Керку, ты пока здесь будешь дежурить. Потому что когда мы сейчас эту колонию переманим на свою сторону, обороны там совсем никакой не будет. Потому что нам будет их защищать. Так, здесь ходы у вас... Нет, есть ходы. Но сейчас уже дорого будет вот с ними поговорить. Так сказать. Поэтому давайте, может быть, сюда даже сходим. 25, 55. Ну вот это, конечно, парень опасный. Ну ладно, давайте попробуем. Или не будем пробовать. У нас Севаж 701 всего лишь. Против их 806. Гелднер очень ранен. Поле очищения. Давайте поле очищения мы поставим. Всего лишь 12 хп. Ну плюс 15, 27 будет. Ну ладно, давайте. В автомате что получится? В автомате потеряем штурмовой байк. Ну давайте попробуем не потерять штурмовой байк. Все-таки тактических операций у нас сейчас побольше. У нас 5 очков, у нас 175 денег. Надо пробовать. Так, Пупс, давай подлечи сразу Джека. Чтобы у него хоть сколько-нибудь было здоровья. Джек, давай в боеготовность пока встань. У тебя хорошо, что электрические боеприпасы. Электрические боеприпасы. По ним вроде бы неплохо заходят. А хотя нет, плохо. Плохо заходят. Да, 3 сопротивляемости. И к огневым электричеству. А у тебя хотя бы нет таких? Нет. Хотя бы клюворога будем нормально выбивать. Так, и вот у этих ребят тоже урон физический. Да, ладно. Операции доступны. Можем сейчас на самом деле вообще вот этот бахнуть. Станцию на дорогу в поддержке вот сюда, например. Пускай стоит лечить наши войска. Чего и захилимся тут сейчас. Ракетка до сюда только долетает. Лед до сюда. Давайте дронов сначала выпускать. Сначала дроны пускай идут. А мы все такие в защите сидим. В защите. Тоже в защите. Опять прожал инжекторный нано робот. Ну что это за человек такое? Ничего себе давность броска у тебя. Вообще законно. Вот сюда сейчас зато... А, хотя нет. Они все-таки немножко далеко стоят. Огонек. Огонек. Огонек, огонек. Сюда огонек неплохо зайдет. Давайте кинем. Ох, ё-моё. Да что ж за точность-то, пацаны. Ну что за точность? Огонек. Огонек. Ой-ой-ой. Так, вы-то что, горите стоите? Термически сопротивляем. Горящая земля. Так, ты... Можешь убить кого-нибудь? Вот это вот смотрибить. Огонек. Огонек плохо. Пупс. Поворот подбежит, конечно, будет. Пусть делать. 5-5 процентов. Ашель критана, наобалдеть. Давайте попробуем. Волги. Enemy destroy. А ты перезаряди джеком. Но этот магмалый парень сейчас ближний бойку бежит. Он пока больше бросать не может. Наши хилицы живут. Enemy down. Ну, обалдеть. Убью. Давай сюда, отойди. Вон, наверное, роботов тоже по-друге. Не боеготовный стань. Или ты так можешь попасть. Можешь, как-то, джека не входит. Молодец. Огнемечки. Анималы ему урон нанесут. Да. Два урона. Пакеткой. Упично развернулись. Упично бахнули. Площадь кристаллом подамажила. По-моему, да. Нет, и просто жди. Хильси живи, как говорится. Тебе тоже давай встань под станцию нано-роботов. Просто ждем. Ну, и все, он отъезжает. Фу-фу-фу-фу-фу. Это все, что-то нервно как-то все дело проходит. Тумал, байк нам выбали. Ага. Автоном монитор. Это на самом деле неплохо. Технелл у нас выполнялся. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, уже потратили доктрину-то. Там уже доктрину-купа. Или можно отменить? Можно отменить. Да, отменить. Технолога мне давай. Это даст нам больше очков тактических операций. Так ведь? Да, тактические операции на 15% дешевле будут. Это очень неплохое преимущество. Так, монитор. Как бы нам лучше войска перераспределить? Сюда рыбаться пока смысла нет. Так, вы давайте присоединяйтесь к нам. И превращаем в колонию. Кружится на отношения с Талин. И это неплохо. Ух ты, добродетельный. 950. Ничего себе. За альянс и так нам насыпь. Ну, круто. Прям дофига благородными мы стали. При помощи этих альянсов. Так, ну вот этот автоном, он хорош своей установкой связи. Простите, без установки связи, в принципе. Не очень он такой мощный. Поэтому он хорош только в комбинации с этим, допустим, часовыми. С пупсами каким-нибудь. Давайте, наверное, сюда его отправим. А Джеку мы толком-то пока ничего произвести и не можем. За дипломатию купить. Ну, как видите, дипломатии тоже пока маловато. Ладно, на отход в любом случае мы ничего сделать не можем. Ну, ради интереса, просто посмотрим, кто там. 1084 там. Жилые солдаты, эммы. Ну да. Мощи нам, конечно, пока не хватит, чтобы отдел пробить. Мы можем, конечно, вернуться и здесь подзащищать. Уже слишком мы далеко от колонии ушли своих. Давайте, наверное, вернемся. Так, столица, кстати, у нас простаивает. Постаривает. Можем что-нибудь построить. Юнит какой-нибудь мы можем построить. А, нет, не юнит. Ай-яй, колонизатор, колонизатор. Не хватает нам на колонизатор. Поэтому давайте мы как раз пропустим этот ход. Пускай денежки производятся. А на следующий ход запустим производство колонизатора. Так, вот у нас кто-то белый. Ела. Вот тогда. Кто нас ее нашел? Элен Шо нашла. Вот уж наука на радости. Принято, третий технолог. Супер. Семь очков у нас теперь. Осуждение, осуждение. Клавдий там кого-то выиграл. Ай, нас оскорбил. Вот она нехорошая, а? Так, под войскам. Может быть, у инженеров пойти? Давайте изучим инженеров. Не сказать, чтобы сильно полезный юнит, но пускай будет. Здесь у нас наука исследовалась. Развитие исследований. И следующее мы, наверное, возьмем что? Даже не знаю. Такого феникса. Развитие производства. Поставим здесь уже завод какой-нибудь в Морнихе. Полезный. Здесь запустим колонизатора. Полезного. Развести. Будет у нас два хода строиться. Давайте потихоньку возвращаться сюда. Ну не знаю. Ух ты, кстати, враг какой-то идет. Город. Может быть, даже здесь поставлю. А может быть, попытаюсь вот эти области захватить Морнихом. Надеюсь, еще аж 12 колонистов ждать. Ой-ой-ой. Первым делом, первым делом. Что у нас тут? Ну вот, видите, не зря войска сюда привело. Сразу бегут у нас враги. По соседним областям. Что у нас тут? Электричество. Хранилище ДНК на электричество. Здесь у нас разлом какой-то. Сан-Андреас. Районная буря, станция снабжения. Ущелье Кварцитов, но это пока не трогаем. Стадион на Аркадии на электричество. Здесь на науку. На науку. Репликатор построим. Чтобы быстрее здания производились. Ну и стандартно будем оборону улучшать. Потому что на этом уровне сложности без обороны вообще никак. Сгрызут прямо на первых ходах, если не будете защищаться. Так, здесь что по защите 806. У нас 933. 444. Наш клиент. Так, здесь денег не хватает. Понятно. Этих ребят, в принципе, можем вот так вот попробовать выбить. В автомате разобьете. Разобьете даже без потерь. Прекрасно. Так, ну и здесь потом вот этот заберем. Ну, сейчас такая эпоха, так сказать, раннего стыривания халявы. Вот их тут сколько. И они все сейчас на этот город побегут. Ну, так что надо прям бегом оборону выстраивать. Ну, хотя здесь этот отряд пока будет дежурить. С этим отрядом его этот город никто не возьмет. То есть это надо будет присылать 2-3 стэка противнику, чтобы взять этот город. Поэтому пока мы не беспокоимся. Так близко врагов я вроде бы пока не вижу. Вот здесь вот Клод непонятный движется к нам. Столицу благо тоже взять. Ух ты ж, это кто такой прискакал. Так, Юрий Франк. Так... Там уже война с кем пошла. Юрий разбил. Майя шара напала. И захватила. Да, это кто? Это Юрий, да? Нет, это автоном. Вот Юрий. Нет, это не Юрий. Подождите. Это кто? Это жуки. Жуки ее сейчас разорвут здесь. У них тут 2 слайн стэка идут. Так, поражение независимых. Поражение независимых. Шая Мара и Юрий Франков. Ну да, здесь город Юрий Франков был. Почему так на отшибе? Почему он здесь стоял, этот город? Непонятно. А чьи войска? Тоже Юрия. Смотрите. Тут прям движух началась. Война, войной. Ух ты ж, мы по силе, конечно, просаживаемся. Мы по войскам просаживаемся. Но ничего страшного. На первых порах по войскам просадиться, это не страшно. Страшно по войскам просадиться в конце игры. Когда уже нужно будет отбиваться. Отбиваться нечем. Тоже вот тут, конечно, территория интересная. Территория интересная. Но нет, этой зачисткой территории займется вот наш жук. Займется жук. А командир, наверное, вот сюда отправим. Так, это что такое у нас? Казармы парагонов. Хорошее здание. Какие ништяки внутри лежат. Так, вы же не вступите в бой. Операционный шифратор здесь лежит. Да, здесь без проблем разбиваем. Неплохие награды лутаем. Да, ЮДИАН у нас повышается. Ну и надо максимально жизнестойкость скачать. Она пока в этом БТРе сидит. БТР очень полезный в начале игры. Да и не в начале игры, а потом наш тоже полезный. А здесь, да, здесь враги вступаются. Поэтому давайте маленько отойдем. Ну, давайте еще один ход сделаем. И будем на сегодня заканчивать тогда. Так, Инесса. Маинова... Маинова Тека. Маинова Тека? Она против нас? А, она против всех. Будучи матриархом Амазонок, я убедилась, что Порча может принимать множество обличий, не кормили, не ядро и не решат наших проблем. Более того, они сами являются их источником. Вот этот номер. Где-то... Вон она, Маинова Тека. Она против всех. Она просто решила со всеми воевать. Ну, нашим легче. И так исследовались у нас инженеры. Можно, в принципе, в авиацию уходить. Можно вычистить или давать в авиацию. Гражданские технологии развития продовольствия. Продовольствие, бахнем. Колонизатор у нас. Так, вот что здесь такое страшное идет? Это... Так, и что лучше занять колонизатором? Крепнует. Тут, кстати, вот уже кто-то есть. Смотрите, сейчас территория. Здесь на энергию произвелось. Энергии сразу сильно больше стало. Давайте военную инфраструктуру маленько подтянем. Чтобы хоть что-то у нас тут было. Ну, и пока все. Так, и Несса здесь... Ладно, и Несса, они с нейтральными. Так. Это кто сейчас тут взял? Это Тик выбил. Независимые ничего себе налетели. Они проиграли? Серьезно? Что за ополчение такое? Ранно. Откоржение. Ну да. Здесь у нас завод центральный построился. Так, жук-паук. Да, вот этих ребят разбивая. Прекрасно. Халявку получили. Давайте на подготовке специалистов на халяву получим. Будем возвращаться сюда. Так, Джек. Джек выходила сюда. Колония. Ну, я бы на самом деле вот здесь бы даже, наверное, ее поставил. Здесь изначально крутая зона. Здесь просто плюс 30, сразу производство будет. Но с другой стороны, эту зону можно было бы и сюда присоединить. Но это долго ждать. Это пока 12 наберется, пока 16 наберется. Это очень долго ждать. Не хочу я. Поэтому... Но сейчас опасно выводить. Потому что может быть там какой-нибудь враг. И мы просто наш колонизатор потеряем. Здесь автомат. Да. Здесь в автомате. Мы все это дело легко разбиваем. Так. По... 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 По дипломатии. Автономы. Что можете нам дать? Часового вы можете нам еще одного предложить. Ну, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Вот у них тут юниты. Да я бы не сказал, что какие-то сильные юниты у них здесь особо так же. Все начальные войска. Ребят второго уровня. Так, 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 так. Что у нас тогда здесь пока энергия производится? Можем и шахту улучшить, можем и науку улучшить. Науку это нам сколько даст? Еще плюс 5. Слушайте, здесь на самом деле пищу бы впору развивать. Может быть даже две оставшиеся зоны мы на пищу отдадим. Потому что, сами смотрите, на то же производство, на науку, как много ячеек. То есть мы эти зоны еще улучшим, еще больше ячеек будет. Но при этом банально некого сюда вставлять. Поэтому надо пищу развивать. Тем более здесь зона на плюс 1 будет, плюс биокупол. Здесь тоже зона на плюс 1 будет. Даже можно будет вот эти занятия, эту зону отдать этому городу. На плюс пищу. Ладно, ребят, давайте тогда уже будем на этом заканчивать. В следующей серии уже будем более-менее свою экспансию проводить. Ну, хотя в этой серии тоже немножко развились. Хотя у нас такая серия больше боевая, нервотрепная по точности была. Просто мастера стрельбы проявили себя в полной мере. Ну да ладно. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития этого самого канала. Еще раз всем большое спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok